МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прокуратура впервые допросила раненого нардепом от Народного фронта Сергеем Пашинским Вячеслава Химикусом. На больничном ему придется провести как минимум полгода. А вот сам нардеп остается в зоне недосягаемости. Куда пропал Пашинский и имел ли он право применять огнестрельное оружие? Подробности в сюжете. В Васильковской больнице, где лежит раненый Пашинским Вячеслав Химикус, сегодня побывали прокуроры. После их допроса ни Химикус, ни его жена интервью не дают. Говорят, подписали документ о неразглашении. И даже поведать о том, забрали ли прокуроры простреленные джинсы, не могут. Мол, тайна следствия. Хотя еще пару дней назад раненый жаловался, что полиция проигнорировала столь важную улику. Напомню, по версии Химикуса, вечером перед Новым годом, возвращаясь домой, он помогал толкать заглохнувший на дороге микроавтобус. Вскоре подъехал Мерседес, в котором находился Пашинский. За рулем авто была супруга нардепа. Между ней и Вячеславом завязалась словесная перепалка. После обмена любезностями из Мерседеса выбежал сам Пашинский и направил пистолет Химикусу в грудь. Защищаясь, Вячеслав ударил нардепа бутылкой. Сам же получил пулю в бедро. Если бы я ему не заданул бутылкой по башке, эта пуля была бы у меня в грудь. Свою версию, совсем иную, Пашинский поведал в фейсбуке. Дважды. Сначала написал, что Химикус первым набросился на него и ударил по голове бутылкой. Якобы нардеп был вынужден защищаться и прострелил ногу своему оппоненту уже из лежачего положения. Но после обнародования пострадавшим множество улик не в пользу версии нардепа, Пашинский в фейсбуке опубликовал новую версию случившегося. В ней фронтовик умолчал о том, что стрелял лежа. Пистолет ГЛОК-19 с патронами у Пашинского изъяли на экспертизу. Документы на хранение огнестрельного оружия у нардепа были. Только вот применять его он права не имел. В Украине отсутствует закон о обеих и использовании огнестрельного сброса для силы и самозахиста. Но есть 3-4 десятки тысяч привилегированных людей, которые получили в неполегальный способ нагородную оружие. Не прошли никакого учения. И, как следствие, не имеют ни культуры поводжения с оружием, ни культуры поводжения у оружейных людей между собой. И, соответственно, выше за все уникнуть криминальной ответственности. Сейчас они пытаются, как бы, наблизить общественную думку. А вот что же бы ты делал? Да я же бы ничего не делал, потому что у меня ГЛОКа нет. Глеб-Яв Пашинского, Аваково и еще там, в тех, кого они решили из своего кола нагородить. Право использовать огнестрельное оружие имеют правоохранители и военные. А вот для всех остальных нет законодательства, которое четко регулирует его использование. Оправдать применение пистолета можно только прямой угрозой жизни, говорят юристы. Но случай с Пашинским, который сам, исходя из показаний потерпевшего, спровоцировал конфликт, явно не тот. Эти ситуации, которые происходили с Пашинским на этой дороге, не было, как на меня, самого общественно небезопасного посягания, за условия которого можно было использовать свое право на необходимую оборону. Противоправным есть использование оружия за какую-то словесную образу. Новогодняя история Пашинского все более напоминает события 2009 года. Тогда Нардеплазинский устроил настоящую охоту на человека и убил своего односельчанина Валерия Олейника. Теперь депутаты требуют создать временную следственную комиссию в парламенте и лишить Пашинского неприкосновенности. Я сегодня зарегистрировал проект Восстановы, растворение темчасовой следственной комиссии, которая должна расследовать каждый эпизод, каждый фрагмент, каждую секунду, из того, что произошло безусловно перед Новым годом с Пашинским и соответствующей пересылкой. Я требую от Порубия не отказаться поставить это вопрос на голосование. Иначе 2017 год покажется квиточками в сравнении с 2019 годом. Я уверен, в разе, если мы не притягнем к криминальной следственности Пашинского, мы имеем абсолютно руйные последствия для нашей страны. Право Пашинского будет первой литерой в начале очередной революции в нашей стране. И я хочу напомнить Арсению Петровичу Ясенюку, Турченову, Пашинскому и Авакову. Народный фронт, может быть, означает фронт поливания на людей, на простых пересечных граждан. Сам Пашинский ситуацию не комментирует и на звонки не отвечает. По информации РИА Новости, нардеп еще 2 января улетел отдыхать в Альпы. Леонида Борин, Богдан Савруцкий. Подробности телеканал Интер. Сафари на людей или Лозинские 2, так уже называют историю со стрельбой Пашинского в соцсетях. Неизвестный волонтер, участник АТО Мирослав Гай, на своей странице в фейсбуке написал, что дело нардепа-стрелка шанс для власти показать, что в стране есть изменения. И призвал арестовать и судить Пашинского. По закону, на его месте любой рядовой гражданин Украины уже оказался бы за решеткой, написал Гай. Я напомню, что нардепа Вадима Новинского лишили депутатской неприкосновенности за одно только подозрение. Вопросы появились и к однопартийцу, фронтовика Пашинского Арсену Авакову. Оказалось, что подчиненное ему ведомство нацполиция до сих пор не передала в Генпрокуратуру изъятые в квартире экс-премьера Николая Азарова ценности. Об этом на своем сайте сообщили украинские национальные новости. Информагентство поинтересовалось в Киевском управлении нацполиции, какова судьба так называемого «азаровского добра», якобы обнаруженного в начале декабря во время обыска в одной из квартир дома по улице Григоренко в столице. Оттуда прислали ответ. Изъятая в Генпрокуратуру не передавалась, в музеи для передачи им найденных в квартире произведений искусств не обращались. И напомню, что месяц назад в Дарницком районе Киева полицейские якобы нашли квартиру склад Николая Азарова, о чем министр внутренних дел, стоически хранивший молчание после кровавой перестрелки в Княжичах, не упустил возможности похвастаться в Фейсбуке. А сайт нацполиции оперативно разместил видео найденных предметов, удостоверений, огнестрельного и холодного оружия, старинных книг, картин и ценных вещей. Позже, правда, адвокат экс-премьера Сергей Асыка заявил, что полицейские ошиблись, и эта квартира не Азарова, а некоего гражданина Ша. Сам беглый премьер, посмотрев фото найденного в квартире, сообщил, что многие из вещей ему не принадлежат, а якобы так вовремя обнаруженный полицейским схрон правоохранители засветили только за тем, чтобы отвлечь внимание от скандала с перестрелкой подчиненных Авакова в Княжичах. Так, чью же квартиру нашли тогда полицейские и чьи вещи изъяли? Вопрос остается открытым, как и другой. Где именно подчиненные Авакова уже месяц хранят изъятые из якобы жилья Азарова произведения искусства и почему не передают их в ГПУ? И еще один громкий скандал, связанный с представителями Народного фронта, видимо, разгорелся во Львове. Там на взятке погорел помощник нардепа фронтовика, члена комитета по борьбе с коррупцией. Все подробности узнавала Галина Якушко. Проснитесь, коллеги по борьбе с коррупцией. Пост с таким заголовком появился в Фейсбуке и на страничке главного военного прокурора. Накануне сотрудники ведомства задержали на взятке помощника одного из нардепов от Народного фронта. 140 тысяч гривен принес местный предприниматель. Встречились ночью возле бара в спальном районе города. Помощник народного депутата сообщил приватному предпринимателю, что до него обратилась громадская организация с обратными что до проведения проверки можливых порушений подчас будильництва житловых багатоквартирных будинків. Разом с этим помощник депутата сообщил, что он может данные заявления не передавать народному депутату и не инициировать направление депутатских запросов до правоохоронных и контролюющих органов. Задержанным оказался Петр Еремчук, помощник депутата Народного фронта Юрия Савчука. Интересно, что фронтовик, первый замглавы комитета по вопросам предотвращения коррупции и сам должен с ней бороться. И бороться нардеп начал. Во всяком случае от помощника открестился сразу же, мол Еремчук пришел меньше месяца назад, работал с испытательным сроком и даже не имел четких обязанностей. А к требованию взятки утверждает сам фронтовик никакого отношения не имеет. В то же время на сайте Верховной Ради имя Петра Еремчука можно легко найти. Он числится одним из четырех помощников фронтовика Юрия Савчука, которые работают по трудовому договору. Сейчас Еремчук задержан, завтра у него допрос. Вызывают военную прокуратуру и его начальника нардепа. Галина Якушко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. И в той же Львовской области на взятки в 6,5 тысяч долларов поймали сотрудника СБУ. Причем горе правоохранитель не только требовал деньги, но и угрожал предпринимателю. Написал на своей странице в Фейсбуке военный прокурор Анатолий Матиос. Во время передачи тысячи долларов, это была часть взятки, вымогателя задержали. Не обошлось без задержаний на взятки и в Киеве. Сегодня днем сотрудники прокуратуры поймали на горячем проректора столичной академии водного транспорта. Тот требовал от студента 25 тысяч гривен, а за это обещал поспособствовать в его переводе из другого учебного заведения. По данному факту возбуждено уголовное производство. Горе проректору грозит срок от 8 до 12 лет. Сергея Курченко арестовали, пока, правда, заочно. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявила пресс-секретарь генпрокурора. По словам Ларисы Сарган, бизнесмена подозревают противоправным завладением средствами государственных и частных банков, а также предприятиями, большая часть которых связана с нефтяной промышленностью. Кроме того, младая олигарха обвиняют в легализации доходов, полученных преступным путем. Также Сарган сообщает, что действия Курченко нанесли стране ущерб в 7 миллиардов гривен. Я напомню, что с марта 2014 года бизнесмен находится в международном розыске. Директор института сердца Борис Тодоров и руководители Минздрава продолжают выяснять отношения. Известный специалист обвиняет чиновников в умышленной задержке с проведением госзакупок препаратов для кардиобольных. И даже в гибели десятков тысяч украинцев. В ответ чиновники от здравоохранения назвали заслуженного врача рупором Кремля. В подробностях информационной войны разбиралась Алла Матюшок. Не слышат, игнорируют, избегают встречи. Известный кардиохирург Борис Тодоров обвинил чиновников Минздрава в халатности. И заявил, именно они ответственны за смерть 10 тысяч украинцев. В ведомстве до сих пор не провели закупки препаратов для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 357 миллионов гривен, выделенные в 2016 году, до сих пор не освоены. Возьмем самый простой пример. Стенты. Они действительно не закуплены. Когда мы получим эти стенты, в год случается 50 тысяч инфарктов. Смертность по разным областям от 16 до 20%. То есть умирает практически каждый седьмой, шестой. Если больных стентировать, смертность снижается в четверо. То есть она не превышает 4-5%. Скажите, кто-то может посчитать эту математику? Это же очень просто. Это видеообращение Тодоров опубликовал на своей странице в Фейсбуке сегодня. И оно не единственное. Здесь, на страницах в социальной сети, развернулась настоящая информационная война. После резкой критики руководства Минздрава, в адрес кардиохирурга посыпались обвинения в заангажированности и связях с пророссийски настроенными политиками. В ответ на самые резкие из них, Тодоров тут же публикует новое видеообращение. Дискуссия, по его словам, уже переросла в конфликт. Я оперировал маму Аксенова. Это было 7 марта 2014 года, когда Аксенов был еще вполне законным премьер-министром Автономной Республики Крым. Это была 70-летняя женщина, умирающая от острого инфаркта. Она выжила. Приехал Аксенов. Встреча наша длилась не более 5 минут. Он пожал мне руку и этот момент попал в кадр фотоаппарата. Теперь эту фотографию размноживают и говорят о том, что я друг Аксенова, сепаратист и так далее. В самом Минздраве отразъяснений на камеру воздерживаются. Подробности ждут интервью уже четвертый день. Тем временем на официальной странице ведомства сегодня опубликовали ответ на обвинение Бориса Тодорова. Объясняют, задержки в госзакупках все-таки есть, но виноваты в этом попередники. Договор с международной организацией, которая производит закупки препаратов напрямую у поставщиков, подписали. Хоть и в декабре деньги перечислили. Тендеры объявлены и скоро будут проведены. Также в Минздраве обещают, больше таких задержек не будет. Хотели бы в это верить и пациенты. Это третий год, когда Министерство охраны здоровья проводит тендеры на поточный год в конце года. Этот процесс мог бы быть организован скорее. Но вы на вся система. У нас не было министра, больше, чем полгода. Что единственное, они нам обещают, что с сечня 17-го года они начнут закупки на 17-й год. Главное, чтобы в Минздраве помнили дорога ложка к обеду. Тем более, что у пациентов с больным сердцем времени ждать нет. Борис Тодоров – это первая людина такого уровня, которая честно сказала. Я думаю, что это то, что прорвется в плотину. Алла Матюшок, Сергей Килимник. Подробности телеканал Интер. На ситуацию уже отреагировали нардепы Александр Вилку на своей странице в Фейсбуке написал. Поддерживает хирурга-кардиолога и требует расследования деятельности чиновников Минздрава. Прокомментировал это и Вадим Рабинович. Я думаю, что после того, как один из выдающихся кардиохирургов Украины сказал о том, что происходит сегодня в Минздраве, привели волонтера Майдана. Вот как написал, он окружил себя 20-летними, 25-летними мальчиками и девочками без образования. И заявление о том, что она своим бездействием убила больше украинцев, чем война, обязана быть расследована парламентом. Взрыв в Сумах. Он прогремел вчера вечером в многоэтажке в спальном районе города. Погибла женщина. Эпицентр взрыва находился на седьмом этаже, прямо над ее квартирой. Еще два человека, 60-летний мужчина и 6-летний мальчик получили ранения. Взрывной волной полностью разрушены прикрытия между этажами. Вместо балкона образовалась огромная дыра. Осколками и обломками стены повреждены машины, которые стояли во дворе. Уже известно, что взрыв устроил психически больной мужчина. Всех жильцов, это около полутысячи человек, пришлось эвакуировать. Их разместили в общежитиях и гостинице. Многие отправились к друзьям и родным. По предварительным данным, разрушения коснулись более 50 квартир. Я вошла, ничего. Только в хату вошла, взрыв, стекла посыпалися. Прибегла. Женщину виносили 6-го этажа, вона уже привала на плиту, плита на нею впала. 59-річний сумчаний, хворий на шизофренію, посварився зі своєю дружиною, підійшов на кухню, відкрив газ, напустив газу в квартиру та підпалив цигарку. В результате чого виник вибух. В Первомайске Донецькой области взрыв, к счастью, не прогремел. Там сотрудники СБУ обнаружили целый арсенал оружия, который был обустроен в одном из нежилых помещений. Злоумышленники спрятали в нём 300 артснарядов разного калибра. Миномётные мины, противотанковую гранату РПГ-22, пластид весом полкилограмма и несколько тысяч патронов. Пётр Порошенко подписал закон о усовершенствовании порядка прохождения военной службы. Документ даёт возможность военнослужащим контрактникам по желанию продлить договор или уволиться из вооружённых сил. Вместе с тем, президент уверяет, что ротация солдат и офицерского состава ни в коем случае не отразится на боевой готовности армии. Те граждане Украины, которые уклали контракт под час особого периода фактически безстроковый, мы даём возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их извольнение. На передовой вновь обстреливают позиции наших бойцов под Попасно, Мариуполем на Светлодарской дуге и Донецком направлении. За минувшие сутки ранены двое украинских военных. Но на отдельных участках фронта всё же устанавливается тишина после последних переговоров в Минске. Как она звучит, слышал Геннадий Вивденко. Командир с позывным Юхан рассказывает, как с той стороны ещё несколько дней назад ударили из миномётов, когда очередная смена бойцов должна была зайти на опорный пункт. Перед этим боевики тщательно изучили, когда это происходит. Украинских бойцов спасло постоянное изменение правил дежурства на передовой. Сейчас в этих окопах почти тишина. Тишина в районе обороны Красногоровки и Маринки призрачна. Вот вчера бойцы собирались нарубить дров, однако с той стороны начали стрелять из ДШК разрывными одиночными выстрелами. Пришлось срочно эвакуироваться. Редкая, но опасная вражеская стрелкотня. Пулемёт бойца Максима молчит уже две недели. Хотя накануне боевики били разрывными пулями и по нему. Были провокации, стреляли. Мы на них не вылись, но в принципе всё нормально. Они по звуку стреляли, по направлению, откуда звук идёт, туда и стреляли. Вместе с тем по ночам впритык к нашим позициям по-прежнему подходят разведывательно-диверсионные группы противника. Вместе с тем украинские военные готовы признать на этом участке фронта противник почти начал выполнять условия перемирия. Почти. Противник тоже успокоился. Ирина, тоже люди понимают, что перемирие с перемирием тоже. Жить хотят. И праздник когда отметить хотели. Но дело в том, что всё равно среди них находятся провокаторы, которые провоцируют. Мы не отвечаем. Ну, они бывают запустят это самое, то ли СПГ, то ли РПГ. Ну, когда что. Ну, и периодически работает снайпер, но работает бесприцельно. Наши бойцы надеются, что это хрупкое затишье продолжится и можно будет хотя бы спокойно встретить грядущее Рождество. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Два миллиона евро украинцам выделят Австрия. Об этом сообщил глава БСЕ и министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц в своем твиттере. Деньги предоставят в качестве гуманитарной помощи населению Восточной Украины. Я напомню, что сейчас Курц находится с рабочим визитом в Донецкой области. СБУ обратилась в Министерство иностранных дел с просьбой запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен. Об этом заявил руководитель аппарата председателя службы безопасности Александр Ткачук. Согласие в Министерстве могут дать уже сегодня. Сделать Ле Пен не въездной хотят из-за высказываний по поводу Крыма. Я напомню, что накануне политик заявила, что аннексия полуострова России не была незаконной. Главная военная прокуратура проведет экспертизу соглашения о продлении на 25 лет базирования Черноморского флота РФ в Крыму. Изъять оригинал документа разрешил Печерский райсуд Киева. Об этом на своей странице сообщила Лариса Сарган, пресс-секретарь Юрия Луценко. Сарган подчеркнула, что у следствия достаточно оснований полагать, что в указанных документах содержится сведения, которые могут подтвердить нарушение процедур подготовки, принятие, подписание и ратификация соглашения для Украины. В Украину идет резкое похолодание мороза до 26 градусов. Непогода, по прогнозам синоптиков, продлится около недели. Из-за сильных снегопадов в Закарпатской и Львовской областях уже ограничили движение фур и автобусов. В Закарпатье, сообщает госслужба по чрезвычайным ситуациям, закрыли перевалы. В горах Львовской и Высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидаются лавины. Вице-премьер Геннадий Зубко поручил местным властям в ближайшую неделю организовать круглосуточную работу оперативных штабов и пунктов обогрева, а также создать необходимые запасы топлива, одежды, медикаментов, продуктов и источников энергоснабжения. А в России из-за непогоды пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. И в результате пострадали 6 человек. При посадке в Калининграде у самолета Airbus надломились в шасси и он сел на брюхо. Пассажиров эвакуировали по надумным аварийным трапам. Экстренные службы пока не могут забрать самолет со взлетной полосы. Аэропорт закрыли на неопределенное время. В Нью-Йорке поезд метро сошел с рельсов. Не менее 76 человек получили травмы. Авария произошла в районе Бруклин утром в час пик. Поезд двигался не очень быстро, со скоростью 24 км в час. Поэтому травма у пассажиров не очень серьезная. Только у одного человека перелом ноги. Неожиданное интервью. Директор ЦРУ, человек обычно не публичный и довольно закрытый, дал интервью американской прессе. Какими сенсациями он поделился и что думает о хакерских атаках. Дмитрий Анопченко все знает. Уже в пятницу американская разведка проведет секретный брифинг для Дональда Трампа. И главная цель – доклад по российским хакерам. Насколько их координировала Москва. И насколько оправданы недавние санкции Обамы. Трамп даже иронизировал в Твиттере. Мол, почему ЦРУ тянет время? Очень странно. Чтобы отстоять свою позицию, глава ведомства Джон Брэннон сам инициировал большое интервью. Главных месседжей несколько. Во-первых, доклад по кибератакам будет сфокусирован только на действиях Кремля, а не на всей проблеме в целом. Брэннон отказался сообщить любые подробности, они засекречены. Сказал только, что представит документ и Обаме, и Трампу. В доказательствах причастности Кремля Джон Брэннон уверен и даже вступил в заочную дискуссию с новым президентом. Я бы посоветовал тем, кто до сих пор не видел этого доклада, для кого еще не провели брифинг по этим вопросам, подождать и посмотреть, а что именно разведка нарыла, прежде чем выступать с суждениями. Брэннон против ответных кибератак в отношении России, мол, это было бы низко, считает Викиликс и Ассенджа недостоверным источником информации. Много говорил и о Сирии. Заявил, Россия применяла там тактику выжженной земли. И только этого многочисленные разрушения и тысячи невинных жертв. Еще одно признание. По словам директора ЦРУ, американская разведка предвидела, что Россия вмешается в сирийский конфликт. И что это Москва удержала режим Ассада в тот момент, когда правительственные войска стали уступать оппозиции. Но в Вашингтоне проявили слабость, когда этому не помешали. Если бы у нас был шанс все сделать заново, стоило ли вносить поправки и изменения? Когда я оглядываюсь назад, то вижу, что мы могли бы по-другому проводить политику. И не только Соединенные Штаты, но и другие государства. Слова Брэннона вызвали резкую реакцию. В России Штаты пытаются подселить себе соломки, чтобы не отвечать за свои же военные преступления. Месседж Минобороны Федерации. Россия просто борется с террористами и находится в Сирии законно. Заявление чиновников Госдумы. Но тяжелую артиллерию Кремль пока не задействовал. Ведь уже в пятницу придется комментировать доклад, который представит Трампу ЦРУ. И те новые обвинения в причастности к хакерским атакам, которые явно в нем будут. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко. Американское бюро телеканала Интер. Дип-протокол администрации президента США не предусматривает присутствия на анаугурации лидеров других стран. Так посол Украины в США Валерий Чалой объяснил, почему президента Украины не будет во время принятия присяги избранным президентом США Дональдом Трампом. На этом вопросе спекулировали многие СМИ, мол, украинского президента не пригласили в Вашингтон. Украинскую делегацию на анаугурации возглавит Чалой. Я напомню, что встреча Петра Порошенко с американским коллегой уже назначена. Она состоится в феврале в США. В Берлине начался суд над информатором ИГИЛ на скамье подсудимых сирийский беженец, который просил в Германии убежище. Где исламисты с его помощью собирались устроить нападение и как продвинулось расследование Стамбульского теракта. Все подробности в нашем сюжете. Подсудимый 19-летний сириец во время заседания прячет свое лицо за плотным листом фольги. Молодого человека обвиняют в пособничестве ИГИЛ. Он якобы помогал боевикам в планировании теракта в центре немецкой столицы. По версии следователей, подсудимый отправлял террористам детальную информацию о площади Александр Плац в Бранденбургских воротах и территории у здания Рейхстага. Подозреваемый обвиняется в участии в террористической организации, а также в нарушении закона об обороте оружия. Несмотря на юный возраст, подсудимый успел год повоевать в рядах ИГИЛ на территории Сирии. В августе 2015-го он прибыл в Германию в качестве беженца и попросил убежища. В марте этого года был задержан. Предполагается, что слушания по его делу по существу продлятся до апреля. Процесс проходит на фоне общественных дебатов по поводу возможного повышения уровня террористической угрозы в стране. Об этом в Германии заговорили после теракта на Роздейсинской ярмарке, где выходец из Туниса убил 12 человек. Сегодня правоохранители обискали дом преступника Аниса Амри. Также следователи вышли на след двух его сообщников. Один из них уже задержан. Согласно нашим данным, Анис Амри и подозреваемый были знакомы с конца 2015 года. Вечером накануне нападения они встречались в ресторане и долго общались. Продолжается расследование и по делу в Стамбульском теракте. Полиция продолжает поиски стрелка, который устроил массовую бойню в ночном клубе в новогоднюю ночь. В МВД отчитались. Вероятный исполнитель им известен, но имени не называют. По неофициальным данным, это уйгур, который попал в Турцию по поддельным документам. Среди задержанных по делу 27 человек. Их подозревают в пособничестве террористу. Среди них выходцы из Дагестана и стран Средней Азии. Мы не допустим, чтобы террористы диктовали нам условия. Мы не позволим этого. Любой, кто хочет доказать обратное, пусть только попробует. Тем временем следователи рассказывали о деталях случившегося. Известный полиции, но пока не пойманный боевик, открыл огонь из автоматической винтовки. Раненых на земле расстреливал в упор. В результате нападения 39 человек погибли, еще 70 получили ранения. Виталий Агушмырук, подробности, телеканал Интер. В Мадриде объявили охоту на диких кабанов и в то же время запретили огнестрельное оружие. Почему? Об этом и не только в наших международных новостях. Популярная американская певица Джанет Джексон родила первенца. Новорожденному уже дали имя Эйса. Первые роды у 50-летней сестры короля поп-музыки Майкла Джексона прошли легко. Отец мальчика, третий муж Джексон, катарский бизнесмен, младше жены на 9 лет. Лайки для порно от Еврокомиссара. Страницу в Твиттере Еврокомиссара по региональной политике и экс-вице-президента Европарламента Карины Крецу взломали хакеры. И от ее имени ставили лайки порнографическим фотографиям, видео со зверушками и хип-хоп-композиции. Вечером 3 января эти ссылки были видны на ее странице. Позже их убрали. В районе Мадрида началась очередная кампания по отстрелу диких кабанов. Но истребление животных ведется необычным образом из луков, для того, чтобы не пугать местных жителей выстрелами. В течение последних пяти лет региональные власти не раз объявляли подобную кампанию. Кабаны не только наносят ущерб сельхозугодьям, но и становятся участниками дорожно-транспортных происшествий. Только в прошлом году 146 раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова